СМИ США рассматривают возможность создания арабского НАТО. В американских СМИ далеко не в первый раз поднимается вопрос о возможности создания американской коалиции с государствами Ближнего Востока, а также о возможности формирования панарабского военно-политического блока, который априори называют арабским НАТО. Вопрос возможности создания арабского НАТО задается издание Defense News, которая по этому поводу решила узнать мнение старшего научного сотрудника по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Международного Института Стратегических Исследований, С. Эмилия Хакайма. У эксперта спросили, считает ли он идею создания у арабского варианта Североатлантического Альянса реалистичной? Представитель С. заявил о том, что это амбициозная задача, решение которой крайне сложно найти в первую очередь в силу того, что у стран Ближнего Востока зачастую разные интересы. Эксперт отмечает, что одним из таких примеров является противостояние между Катаром и Саудовской Аравией. Из материала. Совет сотрудничества стран Персидского залива не сможет преодолеть недоверие между странами. Даже вторжение Ирака в Кувейт, которое, казалось бы, осталось далеко позади, не даст импульса для модернизации системы безопасности на Ближнем Востоке. Но США смогли бы помочь им сделать это. По словам Хакаема, у этой медали есть и оборотная сторона. Страны залива будут пытаться угодить США вместо того, чтобы идти по пути интеграции со всеми соседями. Хакаем говорит о том, что до череды арабских революций арабские страны еще могло объединять противостояние с Ираном. Однако теперь картина слишком пестрая. Он приводит пример Емена, где сошлись интересы и Саудовской Аравии, и Ирана. На этом фоне сама государственность Емена рушится. Эксперт. Если бы сейчас существовала арабская НАТО, то для него первоочередным вопросом был бы вопрос о разрешении конфликтной ситуации в Емени. Но только такие страны как Катар, Оман, Кувит явно не захотели бы вмешиваться в конфликт. Эксперт резюмирует, отмечая, что для стран Ближнего Востока всегда важнее были несогласованные позиции целого ряда стран по одному вопросу, а двусторонние контакты, в ходе которых можно находить то или иное компромиссное решение. Продолжение следует...